Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы наверняка знаете, что настоящий садовод думает про свой сад 12 месяцев в году. Еще совсем немного времени и нас вновь захватит новый садовый сезон. Чем же заниматься в межсезонье? Когда дома сидеть надоело, в саду кроме уборки снега делать пока что нечего, ровно как и в беседке. Вообще, если окунуться в недавнюю ландшафтную историю, то беседки раньше относили к мафам. Беседки были маленькие, беседка считалась малой архитектурной формой, то самое слово маф. Допустим, так же, как и обелиски для садовых растений, как скамейки, мостики, шпалеры. Но теперь беседки стали таких размеров, что у многих напоминают гостевые дома, потому что там есть и комната для посидеть, и комната, где отдохнуть. Люди туда выводят санузлы, там находятся большие печи. То есть, сами постройки беседок уже стали такого размера, что перестали относиться к мафам. И они теперь относятся не к малым архитектурным формам, а именно к второстепенным постройкам. И вот именно сегодня мы поговорим о том, что же можно сделать в беседке внутри, когда у нас вот такая вот зимняя погода, когда наши руки не для скуки и время позволяет. Потому что важно садоводу помнить о том, что не только растения делают сад. Все вот ваши постройки, все ваши мафы, они вместе объединяются, и тогда получается та самая гармоничная история. И давайте сегодня сделаем своими руками такую садовую полку, которую вы сможете использовать как уголок садовника, как внутри беседки, так и снаружи. Все вам покажу. Ничего сложного в этом нет. Счастливые обладатели уголка садовника знают, что в этом милом изобретении можно хранить абсолютно все садовое. Какие-то совочки, какие-то горшочки, какие-то пакетики с семенами. В общем, все-все вот это вот приятное, то, что нужно нам с вами для сада. Но с чего я начала? Что именно счастливые обладатели уголка садовника. У большинства людей это хранится где-то по каким-то корзиночкам, по каким-то ящичкам. Все находится в достаточно разрозненном виде. Сегодня мы с вами сделаем такую чудесную полку, уголок садовника. И вот вы видите примерное предложение, как это можно организовать. Я обратилась к мастеру и попросила сделать такую полку, которая была бы ярусная, потому что всегда любые ярусы, они усложняют пространство. И посмотрите, она разная по толщине. То есть верхние полки нам могут служить для хранения чего-то мелкого, среднего и более крупного. Ну что, давайте приступим к покраске. Все будем делать своими руками. Берем плоскую кисточку. И прежде чем мы начнем наносить краску, я вам все-таки советую использовать так называемый адгезионный грунт. Посмотрите, он такой густой, как сметана. Он даже не капает с кисточки. И мы сейчас с вами будем его наносить. Он моментально будет высыхать. Слово адгезия означает сцепление с поверхностью. То есть, во-первых, лучше ляжет краска. А во-вторых, вот эти все поры древесные адгезионный грунт закупорит. И, соответственно, у нас получится меньшее использование краски. Вот, потому что дерево свежее, оно будет впитывать, впитывать, впитывать. И как бы мы-то хотим с вами сделать быстро, дешево, классно. Вот, и хотим ограничиться двумя слоями краски. Поэтому первым слоем у нас с вами ляжет адгезионный грунт. Мы можем с вами красить по волокнам, просто для того, чтобы освоить этот прием. Чтобы подготовить себя к покраске следующих поверхностей. Вот. Для чего нужен адгезионный грунт, я уже сказала. И когда он высохнет, вы попробуете, он имеет такую немножечко шершавенькую текстуру. Вот. Это нужно... То есть, почему? Потому что в него добавлены такие вот микрочастички, да, которые как раз-таки дают вот это вот сцепление. Вот. И если вам это, допустим, не нужно, вы хотите, чтобы была идеально ровная поверхность, то потом можно будет этот эффект убрать наждачкой. Красим очень быстро, потому что адгезионный грунт высыхает моментом. Следующая поверхность горизонтальная, которую мы с вами будем красить, находится вот здесь. Так как у полки нижняя часть узкая, я ее поставить не могу, поэтому буду придерживать рукой и продолжать окрашивать. Вот мои три поверхности. Раз, два, три. И так как мне полку нужно потом будет поставить вот на эту часть, красить начну с этой части. Значит, остается здесь и вот эта часть. И в финале прокрашу вот эти вот уже грани, потому что где-то, видите, у меня грунт чуть-чуть поприлипал. Вот. То есть это самая видимая часть, поэтому мы ее оставили на потом. То есть не бойтесь вот этих вот набеганий грунта или краски впоследствии. У нас с вами будет наждачка. Вот. То есть не начинайте никогда вот с видимых мест красить. Если вы очень спешите, вы можете использовать обычный фен для волос для того, чтобы просушить поверхность и приступать к покраске следующего слоя. Хотя и так быстро грунт сохнет, но мало ли там холодно в помещении, влажно если слишком, да, и торопитесь. Мы не торопились. В помещении у нас сухо. Мы подождали там буквально часок. И можем приступать к тому, чтобы покрасить нашу полку садовую в цвет такой, который похож чем-то на сажу, на какую-то грифельную доску. Вот. И почему именно такой цвет? Нет. Вообще люблю темные цвета, люблю серые все оттенки, потому что именно на фоне таких вот цветов лучше всего смотрится зелень. Лучше всего смотрится терракота садовых горшков. В общем, когда все будет закончено, вы увидите. Вот. Поэтому не советую вам для садовых уголков использовать цвета, близкие к тем цветам, которые у вас уже есть в саду. То есть, допустим, там зеленый цвет, все его оттенки. Вот. Лучше что-то такое вот вышеперечисленное. Приступаем. Здесь уже очень важно идти по направлению волокон. Потому что если мы будем красить с вами в разные стороны, то вот эти вот ворсинки нарисуют как раз-таки вот эти вот разномастные мазки. А мы с вами все-таки хотим получить эффект крашеного дерева. Подсохла наша поверхность, на которую мы можем перевернуть полку для того, чтобы дальше продолжить работу. И еще раз напоминаю, если спешите, вы можете использовать обычный фен для волос. Потому что если даже будет здесь влажно, ну как бы ничего страшного, потому что вам нужно, чтобы полка стояла здесь и ваша работа не прошла даром. Вот эту вот садовую фигурку. Я тоже перекрашивала. И вы сейчас можете видеть фотографию, какая она была, эта фигурка, до перекраски. Ну, это типовые товары наших садовых магазинов, когда все эти фигурки яркие, пестрые. Но вот сейчас хотела бы с вами поделиться некоторыми рассуждениями на эту тему. Многие любят различных гномиков, какие-то грибочки, лягушек возле прудов сажают. Но не такие, знаете, не натуральные лягушки, а такие мультяшные. Там с губами, в купальниках, гномики такие все развеселые, с яркими щечками, какими-то цветными глазками, волосиками, в костюмчиках. И дело в том, что это продается у нас повсеместно. И опять же, я ничего не хочу такого плохого сказать по поводу самого производства этой садовой скульптурки. Потому что люди любят. Самое важное, чтобы вы понимали, вот какой момент. Эти фигурки, они для сада несколько чужеродны в чем? Потому что они несут такой элемент мультяшности, сказочности. То есть, когда вы их ставите, допустим, знаете, такие бывают яркие петухи, какие-то индюки, и вы их ставите в зоне огорода, нормально. Когда вы ставите такие фигурки возле детских площадок, тоже уместно. Но когда из-под ветвей, не знаю, настоящей елки, выглядывает какой-то мультяшный гриб, либо какая-то белка с табличкой Welcome, это смотрится достаточно странно. Почему? Потому что если вы вспомните скульптуру городскую, допустим, памятник Петру Первому, медный всадник, либо вспомните скульптуры летнего сада, они там белые, однотонно белые. Либо вспомните скульптуры Петергофа, они там золотые. То есть, видите, я ставлю акцент на том, что они однотонные. И вот сейчас у нас здесь скульптура собачки. И вот эта вот скульптура, она в таком поп-артовом стиле, выкрашена в яркий красный цвет, и она в сезон, она стоит у владельцев дома на крыльце. То есть, если вам нравится сам вид вашей садовой скульптуры, сделайте ее тоже однотонной. То есть, пусть это будут опять же вот эти лягушки, грибочки, там еще что-то, но не разноцветным. Потому что это достаточно значительно упрощает внешний вид вашего сада. Это мое личное мнение, мой совет вам, что если вы уберете вот эту вот нарочитую сказочность из ваших настоящих садов, от ваших настоящих домов, внешний облик вашего приусадебного участка очень сильно выиграет. Не мультяшно, в идеале, и важно однотонно. Даже при мультяшном образе, все равно вот эта однотонность, она будет смотреться достойно. Вот это очень важно, чтобы смотрелся сад достойно. Хотела бы с вами немножечко совсем поговорить о значении цвета для предметов, которые вы размещаете в саду. Если пройтись по ландшафтным центрам, очень много предметов, которые окрашены в зеленый цвет. Мне всегда это было странно, потому что в саду зелень растений, она самая чистая, самая красивая. И все остальные предметы просто спорят с этим цветом, однозначно проигрывают. Но тем не менее в саду получается такое вот засилие зеленого, живого и неживого. Поэтому я сторонник окрашивать какие-то необходимые нам в саду вещи, там скамеечки, лесенки, уголки садовника, вот в данном случае какие-то садовые полки, держатели, там всяких полезностей во все оттенки серого и в самый-самый там темный, там черный цвет. Посмотрите, как на фоне такого цвета благородно смотрится зелень. Если вы решите разместить на таких предметах какие-то вещи цвета дерева, например натурального, я сейчас пока сюда ставить не буду, у нас пока слой с вами досыхает, поставлю сюда, либо вот просто на фоне подержу, вы увидите, что тоже насколько акцентно получается выглядит предмет. То есть опять-таки спора не возникает. Если мы возьмем предмет темного цвета дерева, это у нас было светлое дерево, темное, он все равно заметен, да, то есть все равно получается фоном. А если мы возьмем предметы серого цвета, точно так же, видите, они прям ярко-ярко. И даже если мы возьмем черный, да, например, у нас будет темный подсвечник и черная свеча, это предмет гладкий, этот предмет гладкий, все равно у нас не возникает никакого спора, потому что за счет объема слияния текстур не происходит. Приготовила стекло. Приготовила стекло, тоже можете видеть. Стекло становится прозрачным и предмет не сливается, предмет я имею в виду в данном случае нашу полку, с теми вещами, которые на нем будут стоять. Поэтому не воспринимайте, как основной цвет для сада, это зеленый, потому что наверняка могли видеть и заборы, люди ставят зеленые. Зеленые продаются держатели для кустов. И вот сейчас видите на экране фотографию. Это моя роза, которая тоже, как и у всех, была в держателе из обычного зеленого цвета. Цвета, насколько это сразу, я бы сказала, просто смотрится в плане именно простоты, визуального удешевления, да, вот красоты вашего сада. Я просто из баллончика обычной автоэмалью забрызгала этот кустодержатель. И смотрите, он просто растворился, стал незаметным. То есть он выполняет свою функцию держать куст, вот, но сам уходит, там, не то что на второй план, на десятый план, потому что главное в данном случае роза. То есть главный цвет, зеленый, да, получился в саду. Мы использовали для покраски нашей полки меловую краску. Она дает такую бархатную поверхность, уютную поверхность. Но эта краска нуждается в финише. Вот, то есть если вы будете красить, допустим, акриловой краской, вам финиш не нужен. А мне нужно использовать лак. Вот, и этот лак, он даст дополнительную защиту, потому что полка моя будет находиться внутри беседки. И если эта беседка, допустим, ну, вами не используется в зиму полноценно, то она промерзает, и, соответственно, нужна будет защита вот такой вот вещью, как лак. Да, и на один слой будет достаточно покрытия. Если вы используете лак на водной основе, он не имеет вообще запаха. То есть он функционально такой же, как все вот эти вот лаки с запахом. Вот, сохнет очень быстро. Но удобство работы, что все это такое эко-эко без запаха. Лак проник в краску. Вот, сейчас все это дело схватится. И будет у нас практически финал наших декораторских с вами работ. Справится даже новичок. Вообще ничего сложного нет. Лак на водной основе поверх меловой краски. Лак высох. И помните, да, что вот у нас в одном месте там потек образовался. Сама полка достаточно такая получается, ну, такая серьезная, такая прям полка-полка. И она новодел. То есть ощущение нового предмета, оно всегда, ну, на мой взгляд, достаточно, ну, неинтересно смотрится в пространстве сада. Потому что какие-то у вас уже есть дорожки, постройки, там, забор. Где-то там что-то коцнулось, где-то какая-то вот уже кора там отошла. Ну, то есть такие элементы, которые греют душу, радуют глаз. Потому что вот эта вот пожившись, она очень всегда уютная. Да, и вот в новых пространствах оно всегда как-то все воспринимается. Но лично мной, я вот говорю за себя, оно воспринимается достаточно стерильно. Поэтому я любительница слегка чего-нибудь такое состарить. И вот для убирания всех вот этих вот несовершенств окраски, которые там подсохли у вас, какие-то потеки. И плюс для придания объема самому предмету, плюс вот эта вот пожившись, лучше наждачки ничего нам с вами не придумать. То есть усердствовать не нужно, но и не нужно быть такими прям неженками. Иначе все это будет, ну, еле-еле. А нам нужно, чтобы то, что вы делаете, было заметно и заметно с расстояния. И теперь, когда наша полка готова, мы ее несем в беседку, где она займет свое окончательное место в моем саду. И именно для своей беседки я делала вместе с вами ту самую полку, этажерку для хранения вещей. Каких вещей? Я являюсь вообще фанатом всяких таких вот предметов, которые, ну, не несут никакой пользы в плане полезности. То есть какие-то вещи с барахолок, с блошиных рынков, что-то откапывается, находится в момент благоустройства участков, какие-то вещи. Но они все такие уютные, и я считаю, что они придают саду, ну, некую такую неповторимость. Вот, то есть какие-то сетки вот я покупала для хранения луковиц. То есть все это вот уютский уют, и вещей становится все больше. И они мне нужны именно для садового декора. Вы же должны понимать, что ландшафтный дизайн – это не просто тут кустик, тут дорожка, тут качельки. Ландшафтный дизайн – это некая сменяемость тех экспозиций, которые вы являете в своем саду. То есть у вас может стоять садовая скамьяра, рядом с ней какой-то садовый столик. И на этом столике какие-то интересные предметы, какие-то леки, какие-то фонари садовые, какие-то бутыли, в которые вы можете срезать там те же самые сезонные цветы. Вот. И так как предметов у меня становится все больше, вот, мест для хранения все меньше, вот, я как раз-таки и сделала себе зимой, когда у меня есть время, ту самую полку-этажерку. Давайте ее ставить и расставлять на ней предметы. Вот видите, вот эти тумбочки, тут у нас недалеко расселяли дома, тоже забрали тумбочки, вот, и я их перекрасила в родственный такой тоже цвет, потому что знала, что буду делать здесь такую полку-этажерку, здесь вот свободное место, летом можно повесить венок из сезонных растений. И опять же, посмотрите, да, почему она такого цвета, чтобы не сливаться с цветом дерева. То есть это все садовая история, то есть ландшафтный дизайн – это не только про кустики, про розочки, про елочки. Ландшафтный дизайн – это про все сопровождение всей вашей садовой жизни. Зимы у нас долгие, морозные, продолжительные. Можно потратить зиму на зимние забавы, на отдых, на создание какого-то сезонного декора, снежного декора, который проживет совсем недолгую жизнь в вашем любимом саду. А можно сделать вещь, которая будет радовать долгие-долгие годы, принося пользу, красоту, уют, радость вашей душе. И я, конечно, больше радую за второе. Хотя и первому тоже есть место. На то она и русская зима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok